В Туркестанской области возобновили работу салоны красоты, парикмахерские, химчистки и автомойки. Ослабление карантинного режима действует с сегодняшнего дня. О том, какие еще изменения коснутся жителей, расскажет наш СОПКОР в регионе Рауль Габитов. Он сейчас на прямой связи со студией. Рауль, приветствую. Ждем от вас подробностей. Да, Марат, здравствуйте. Карантин в Туркестанской области ввели менее двух недель назад. И вот уже сейчас режим поэтапно ослабляют. Пока смягчения касаются только определенных организаций и предприятий в сфере услуг. Это мебельные салоны, магазины стройматериалов, ателье, мастерские по ремонту обуви. Начали обслуживать жители отделения банков и Коспочты. Отмечу, что по сей день рождения жители должны по предварительной записи. Заведения общепита будут по-прежнему закрыты. Впрочем, теперь они смогут осуществлять доставку еды не до 18.00, как это было ранее, а до 10.00 вечера. Ослабления коснутся магазинов бытовой техники. Правда, работать они будут в режиме онлайн-доставки. Откроются торговые точки по продаже садоводческих товаров, автозапчастей, сельскохозяйственной и строительной техники. Также заработают пункты обмена валют и ломбарды. Отделение почты действует второй день. Принимаем граждан с 7 утра до 20.00. Мы работаем с условием строгого соблюдения мер санитарной безопасности. Оказываем все услуги почты. В здание люди заходят по одному. Они обязательно должны быть в медицинских масках и при входе обработать руки антисептиком. Кроме того, три раза в день мы проводим дезинфекцию здания. Каждое предприятие обязано проводить ежедневную дезинфекцию. В случае несоблюдения мер санитарной безопасности объект будет закрыт. Также с сегодняшнего дня жителям области разрешено ездить на дачи. Но только для этого необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности на участок. На этом у меня все. Марат, вам слово. Рауль Габитов был на прямой связи из Туркестанской области, где с сегодняшнего дня ослабили карантинные меры. Спасибо.